Всем привет! Сегодня мы будем решать довольно интересную головоломку, называется она Pack Puzzle. На русский переводится как головоломка с колышками. Интересна она тем, что в США есть сеть ресторанов, где такая головоломка стоит на каждом столе. Соответственно, пока вы ожидаете свой заказ, вы можете попытаться решить эту головоломку. Задача головоломки заключается в том, чтобы освободить игровое поле и сделать так, чтобы на поле остался только один колышек. Для того, чтобы их устранять, мы сначала убираем первый колышек черный и теперь перепрыгиваем их как в шашках. Перепрыгиваем и устраняем этот колышек. И, соответственно, на игровом поле должен остаться только один колышек. Так что давайте посмотрим, получится у нас решить эту головоломку или нет. Но для этого нам необходимо напечатать ее на 3D принтере. Поехали! Итак, все детали головоломки уже распечатаны, можем приступать к решению. Задача головоломки заключается в том, чтобы перескакивая гвоздики, убирать их и сделать так, чтобы у нас на поле остался только один гвоздик. То есть в начале игры мы вынимаем первый гвоздик, я его специально печатал другого цвета и начинаем ходить. То есть мы перепрыгиваем и этот гвоздик убираем. Теперь снова перепрыгиваем и убираем уже этот гвоздик. На самом деле изначально черный гвоздик мы можем поместить на любую точку на поле. То есть мы можем его поместить, например, вот сюда и, соответственно, мы игру будем начинать вот с этого места. Но давайте для начала по центру его разместим, а потом уже посмотрим. Возможно, нужно будет поместить его в другое место. Давайте пробуем решить головоломку. Будем засекать время. Старт. Время пошло. Давайте для начала будем с центра играть. Убираем черный колышек и играем. Первый. Убираем сюда. Наверное, самое разумное – это очищать области. То есть сначала расчистить эту область, потом переходить к какой-нибудь другой области. Но ладно, уже как начали, так начали. Вот нам явно надо из угла убрать, потому что потом, если мы будем двигаться здесь, к углу мы уже обратно не вернемся. Вряд ли, конечно, у меня получится с первого раза выиграть, но было бы очень неплохо. Так, я сам загнал себя в ловушку, потому что вот здесь вот эти вот друг друга не могут исключать. Соответственно, нам нужно как-то по-другому это все делать. Да, я загнал себя в ловушку просто-напросто. А, хотя я могу вот сюда перепрыгнуть. Сюда. У меня в любом случае останется либо этот, либо этот. Я уже вижу. По-моему. Я не уверен. То есть сейчас у нас есть только одно действие. Сюда. Перепрыгиваем сюда. Все. Ну, то есть я имел в виду, кроме последнего, он останется либо этот, либо этот. На это решение потратил минуту 23 секунды, но оно неправильно, потому что у нас осталось два колышка. Давайте еще раз. Давайте пробуем черный колышек разместить. Ну, опять же, давайте по центру, потому что, возможно, я просто какие-то действия неправильно сделал. Так, вынимаем черный колышек и начинаем игру. Попробую избавиться сначала вот от этой области. Так, вот это убираем. Если я сейчас сюда перепрыгну, потом мне, мне кажется, будет тяжело от этого избавиться. Ну, попробуем. Прыгаем сюда. Так, у нас осталась вот эта вся область. То есть мы, грубо говоря, немножко очистили вот этот треугольник практически полностью. Осталось только вот этот и вот этот колышек. Что мы дальше можем сделать? Дальше у нас много действия. Это действие, это. Вот это действие, вот это. То есть сейчас очень много чего можно сделать. Я предлагаю сначала избавиться. Хотя от уголка, наверное, не самое разумное. Давайте пробуем избавиться от вот этого элемента. Потому что теперь мы сможем вот отсюда туда перепрыгнуть. Так. Теперь у нас остались два уголка. Кстати, у нас полностью симметричная фигура сейчас получилась. Нам нужно подходить и к одному уголку, и к другому уголку как-то постепенно подходить. Поэтому давайте пока двигаться к одному. Сюда будем двигаться. Сюда. Есть. Так, у нас сейчас есть только одно действие. Сюда выполняем его. Опять симметричная фигура. И это конец игры. Потому что сейчас делать уже ничего не могу. Я не могу входить в бок, потому что здесь у нас ничего нет. И надо, соответственно, заново. Кстати, можно первый колышек разместить еще и вот здесь. Давайте вот здесь разместим. Кстати, сейчас прошло уже 4 минуты. Как я и говорил, много времени тратится на то, чтобы вернуть колышки. Так, понимаем. И начинаем отсюда игру. Отсюда мы приняли... А, да, можем начать. Кстати, я так понимаю, начинать здесь и вот здесь особо большой разницы не имеет. Потому что, ну, первые действия приблизительно похожи получаются. У меня сейчас задача не просто один раз решить, а разработать методику, по которой в будущем я смогу опять же решить. То есть задача фактически решить эту головонку два раза. Чтобы я смог повторить свое решение. Потому что случайным образом может повезти, я быстро очень решу. Но это не очень хорошо. Три колышка. Ну, я, мне кажется, вот здесь ошибку совершил. Так, давайте еще раз. А если вы так же, как и я, увлекаетесь головоломками, хочу порекомендовать крупнейший в России магазин головоломок cttestor.ru. В этом магазине вы найдете любые кубики Рубика от 2 на 2 до 19 на 19. Да, уже существует такой огромный куб, который вы можете купить в магазине cttestor. Также в этом магазине вы найдете абсолютно любые модификации кубиков, аксессуары, смазки, таймеры, подставки, запасные детали и все, что связано с тематикой спидкубинга. А кроме кубиков, множество других интересных и необычных головоломок, в том числе железных и деревянных. И также в магазине есть раздел распродажи, где вы можете найти очень интересные позиции с огромными скидками до 30%. И, как всегда, магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку и при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть смазка для кубика, подставка для кубика, кубик-брелок, множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин TTC Store и на их TikTok, где вы можете выиграть 500 рублей на будущие покупки. Рекомендую пройти и подписаться, там довольно интересно. А мы вернемся к решению нашей головоломки. Вынимаем отсюда и начинаем. Кстати, сейчас симметрия сохранилась. Если я сюда прыгну, то, наверное, это не самое лучшее решение, потому что, мне кажется, немножко сблокируется. Хотя мне вот это все равно останется. Потому что даже если я сейчас сюда прыгну, у меня вот здесь будет колышек, вот эти два останутся. Но сейчас попробуем, но нет, у меня уже к этому никак не подойти. У нас остается два колышка. Мне понравилось, как я вот эту область сначала освободил. Поэтому давайте еще раз ее освободим. Есть. Так, теперь у нас вот эта область остается. Здесь можно тоже, на самом деле, треугольниками действовать. Вот этот треугольник мы сейчас освободим, потом этот треугольник. Но как нам его освободить? Давайте начнем с центра. Нет, это была плохая идея. Ну и все, конец игры. Кстати, сколько времени прошло? Мне кажется, уже минут 10 прошло. Нет, на самом деле 8 с половиной минут, но почти 10. Так, опять избавляемся от этого треугольника. Есть. Избавились. На самом деле, мне кажется, здесь далеко не одно решение должно быть. Мы уже делали вот так. Это было неплохо. Это было неплохо, да? Это было неплохое решение. Потом пошли сюда. У нас была симметрия. Давайте пробуем теперь вот сюда пойти. Есть. Вот эти два будет несложно устранить, да? Сюда. Сюда. Конец игры. Потому что от этого я никак не избавлюсь. Да, конец игры. В принципе, на самом деле, можно было сразу выставлять уже таким образом, потому что первые 4 колышка, я знаю, устраняются. Поэтому пока можно не выставлять в следующий раз. И опять остается два колышка. Как мы еще можем походить? Мы можем походить... Вот так мы тоже пробовали. Соответственно, у нас только два действия. Вот так и вот так. Ну и симметричные. Давайте еще раз пробуем. Нужно вот так походить. Так, это, наверное, не самый удачный ход. Да, наверное, лучше сюда походить. Три остались. Нет, пойдем сначала не сюда. Или как мы пойдем? Сюда пойдем, наверное. Возвращаем сейчас вот эту обратно. И у нас они, в принципе, сгруппированы более-менее. Если мы сейчас вот от этого избавимся, у нас эта фишка уйдет сюда. Так, ну у нас сейчас только одно действие, на самом деле, поэтому что тут думать. У нас только одно действие есть. Есть, я решил головоломку. Есть! Есть, 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 решил. Так, правда, нужно будет сейчас повторить это решение. Потратил 14 минут 7 секунд. Но теперь самое главное повторить это решение. Я думаю, я справлюсь, потому что я вокруг этого решения ходил довольно долго. Я был очень близок. Наверное, еще минут практически 10 назад я был очень близок к этому решению. Для начала вынимаем верхний. Теперь расчищаем вот этот треугольник. Есть, расчистили. У нас осталось два колышка. Теперь мы, как мы ходили, вот отсюда сюда. 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 И вот так. Теперь у нас этот колышек оказался очень далеко от всех остальных. Мы к нему подходим. Забираем его обратно. И теперь у нас остается только одно действие, которое мы можем выполнить. Пойти вот сюда. Пошли сюда. У нас опять остается только одно действие. Сюда. Одно действие. И одно действие. Готово. Головоломка решена. На самом деле решение было не таким простым, но и, в принципе, довольно логичным. Мне понравилось, что в данной головоломке есть логика. То есть, когда у меня получалось оставить на поле только два колышка, соответственно, нам необходимо как-то двигаться уже в этом направлении. Даже если у вас нет такой головоломки, вы можете попробовать решить ее самостоятельно. Дело в том, что есть игра. У меня версия для айфона, но постараюсь найти для андроида. Обязательно ссылки оставлю в описании. Здесь полная копия этой игры. Нажимаем play. Классическую. И у нас появляется наше игровое поле. Здесь, правда, под углом расположено. Не очень удобно смотреть, но давайте пробуем решить. Убираем сначала верхний колышек. И начинаем игру. Устраняем сначала. Так же, как мы это делали. Есть. И теперь нужно вспомнить, какое следующее действие я делал. Так, мы можем пойти сюда. Тогда пойдем. Получается, сюда. Сюда. И сюда. Есть. И у нас, получается, нужно вернуться за верхней фишкой. Возвращаемся. Переходим сюда. Так, теперь у нас только одно действие остается. Теперь у нас только одно действие остается. Одно действие. И одно действие. Готово. Мы решили. Потратили на это всего 31 секунду. Потому что мы только что решали полноценную версию. Но, тем не менее, вы можете пробовать решить ее самостоятельно. И обязательно пишите свои результаты в комментариях. Посмотрим, кто решает эту головоломку быстрее. Также пишите в комментариях, какой колышек вы вынимали первым. Угловой? Боковой, если какой-нибудь из этих? Либо центральный, если какой-нибудь из этих? Так что пишите свои результаты. Подводя итоги, могу сказать, что мне однозначно понравилась эта головоломка. В первую очередь за счет того, что в ней необходимо вырабатывать тратегию. Так же, как в шашках, либо шахматах, вам необходимо думать на один или на два хода вперед. То есть вы походили, и уже сразу в голове должны понимать, какое действие будет следующее. И мне такие головоломки нравятся больше всего. Когда вам не просто необходимо передвигать какие-то элементы, слепую порой. А здесь прям вы видите все, и вам необходимо решить задачку практически как в шахматах. Мне такое однозначно нравится. Надеюсь, вам тоже это понравилось. И также хочу напомнить, что на прошлой неделе у меня вышел очень масштабный проект, который мы снимали в течение трех недель. Мы делали самую большую головоломку в мире. Мы это приурочили к десятилетию моего канала. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Если вы еще не посмотрели, ссылка на него будет в описании. Также в описании ссылки на мой инстаграм, на мой тикток и на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok